Начинался Арбузный Кросс как клубное мероприятие вполне взрослых любителей лыжных гонок. Перед началом зимнего сезона нужно было проверить уровень своей подготовки, пообщаться с друзьями, а заодно и отведать в хорошей компании сочного спелого арбуза. Сегодня, спустя 40 с лишним лет, Арбузный Кросс шагнул далеко за эти рамки. Он стал одной из наиболее ярких визитных карточек Одинцова, символом здорового образа жизни и детского спорта. Когда видишь ручеек из папы, мам, детишек, которых они ведут сюда на старт, вот отсюда уже начинается настроение, отсюда уже понимаешь, что сегодня состоится большой старт, сегодня будет очень много людей. Вот уже сейчас зарегистрировалось более 900 участников. Это очень большое количество детишек, которые сегодня побегут на Арбузный Кросс. Всегда это вызывает радость даже в большей степени за родителей, чем за детей, поскольку когда видишь улыбки и лица родителей, которые ведут детей, которые стоят и волнуются на старте, то всегда за них радуешься, радуешься за город, который живет, радуешься за людей, которые приходят на старт. Спорт живет, мы живем вместе с ним. Замечательный праздник. Вы посмотрите, сколько сегодня детей пришли сюда вместе со своими родителями. Я думаю, что мы даже задумались над тем, что нам не хватит подарков, потому что приехали дети не только нашего района и города, но и приехали из Москвы. И я думаю, что это дает и дает толчок к развитию детского спорта. Замечательный праздник сегодня получился. Я думаю, все очень довольны. Спасибо огромное главам нашим, главе города, главе района. Я думаю, что праздник удался. В общей сложности на старт арбузного кросса 6 сентября вышло около тысячи человек. Этому способствовала и прекрасная погода, и хорошая организация соревнований. Первыми на дистанцию ушли самые юные спортсмены. На финише их вместе с мэром Александром Гусевым встречали сразу два олимпийских чемпиона. Лариса Лазутина и герой сочинской олимпиады Александр Легков, не так давно ставший жителем нашего города. Арбузный кросс произвел на него сильное впечатление. Сама идея правильная, потому что идет популяризация кросса, лыжных гонок. Собираются ребята, собираются лыжники из других видов спорта. И идет борьба, поэтому она не может быть неправильной. И такие мероприятия всегда проводятся с большим энтузиазмом. И люди, которые проводят, им большое спасибо. Потому что только благодаря вот этим соревнованиям дальше продолжается спортивная жизнь. И после этого выходят в свет олимпийские чемпионы и различные чемпионы других рисков. Количественную статистику никто не ведет, но похоже 43-й арбузный кросс стал самым массовым в своей истории. Мы его проводим. То, что не в таких непростых условиях, вы знаете, сегодня идет обустройство трассы. Мы надеемся, что скоро наша трасса преобразится. И вчера еще были здесь строительные работы. И спасибо огромное всем тем, кто участвовал в подготовке этого мероприятия. И слава Богу, что нас сегодня глава города Александр Альбертович Гусев поддерживает. И у нас есть возможность проводить на таком уровне, на массовом уровне мероприятия. Особенно арбузный кросс – это традиция. В отличие от других соревнований, у арбузного кросса есть сразу два приятных момента. Первый – это, конечно, награждение победителей. А второй – приз в виде доброго ломтя спелого арбуза. Причем, если на пьедестале места всего три, то арбузов хватило на всех спортсменов и даже на болельщиков. Петр Горохов, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова